всем привет всем привет павел лысенков дает прогноз на второй раунд кубка стэнли первый раунд получился крайне непредсказуемо я посмотрел кстати на сайте начал.com как давали прогнозы обозреватели североамериканские то есть там порядка двух десятков человек и лучший результат который там увидел это шесть результатов исходов из 8 был угадана никто не угадал 80 никто не угадал 71 никто не мог предсказать толком вот так системно в одном прогнозе что и бостон вылетит и колорадо вылетит и рейнджерс даже вылетит от нью-джерси хотя 6 из 8 были такие уникумы но установка смотря там 44 у кого-то 35 у кого-то даже 26 велики обозреватели велики колумнисты североамериканские что же говорить обо мне у меня где-то половина зашла прогнозов может быть 5 из 8 посмотрите предыдущий прогноз ну реально я бостон угадать не мог и на тот же в ту же тампу я верил серии против торонто думал 7 матча тампа дожмет но нет торонто на подъеме кстати передача отдел хоккея которую вы можете найти где-то за месяц за полтора до старта плей-офф нхл мы говорили о североамериканской лиге я сказал торонто возьмет кубок стэнли на самом деле это был такой достаточно шальной прогноз с моей стороны надо мной так иронично и улыбались мою сторону но посмотрите торонто действительно сейчас имеет такую магистральную дорогу финал ну давайте обсудим второй раунд что уж тут по первому раунду слезы проливать итак нас ждет пара торонто флорида что я об этом думаю торонто флорида это начинают они прям вот это ближайшей ночью в канаде ну конечно флорида молодцы от атаки выбили бостон лучшую команду в истории лиги которая набрала больше всех очков и больше всех побед одержал в регулярном чемпионате но такое бывает часто ты выиграешь президент трофея становишься лучшим регулярном чемпионате потом вылетаешь первом раунде тампа в том же самом 2019 году нам это наглядно показала серия против коламбуса так что бостон конечно они крайне неудачно действовали в обороне элина сульма получит вези на трофе как лучший вратарь но но смотрелся крайне неубедительно и сергей бобровский даже пропуская по 5 шайб выглядит королем выигрывая 75 флорида действительно козырь флорида чем мощная атака до пол морис тренер который мы помним по магнитке использует эти козыри атака там действительно мощная мы тут качук и все остальные четкие пацаны ну и бобровский тащит в меру своих возможностей хотя конечно сухареван особо не делает там но я думаю что торонто эту серию будет брать где-нибудь так шести матчах 42 например торонто выиграть потому что я не буду верить или заговора но действительно то есть есть такие два больших центра в нхл это нью-йорк и торонто да там в торонто много журналистов и офис лиги все остальное все ждут когда наконец торонто выстрелит впервые с 2004 года торонто прошел первый раунд и вот это торонто сделать все чтобы эту мазь не сбить конечно флоридами кажется не той команды которая становит и мэйпл липс при всей невезучести до канадцев я думаю что действительно этот торонто выглядит более-менее сбалансирована да и атака там звенит и защита более-менее адекватные врата релья самсона в порядке и даже болельщики там пожаловались на судейство мол торонто тащит за уши финал но если так даже и есть то это еще один намек на то что торонто может и должен все убрать козырь флориды конечно атака но я не уверен что прям флорида флорида и эту серию одержит 4 победы там от атаки все остальное 75 но если вы кстати не хотите особо рисковать я думаю тотал больше пяти с половиной здесь должен залетать в любом из матчей на ура торонто берет серию флориды 4 это мой прогноз далее нас ждет серия каролина нью-джерси я посмотрю кстати мнение североамериканских обозреватель еще раз как они ставят кстати 80 90 процентов на нью-джерси ставит и это можно понять конечно каролина стоит выше по итогам регулярно чемпионата но у каролины вылетел андрей свечников я так понимаю там и еще один там бодрый финн по моему как вот тараванин да вот эти ребята то есть они теряют элитных нападающих из топ-6 и это действительно их их не делать сильнее ну и мы видели серию сайлендерс да это там они каролина побеждала на характере там 2-1 вот такие счета не самые крупные были нью-джерси конечно неудачно начал серию против рэнджерс проиграл два раза дома но сейчас команда набрала ход феноменально выглядит вратарь 22-летний акира шмидт прям новый мартин бродор в воротах дэвилс нарисовался и дэвилс такая молодая напористая команда ловит постоянно соперника на контратаках убегает 21 даже один в ноль джек юс порядке то есть нью-джерси это та команда которая может проходить каролину как я это вижу пусть даже здесь будет 7 матчей да ну пускай нью-джерси выиграет 4 3 я опять же там интересная дуэль то есть дуги хэмлутон играл в каролине сейчас он нью-джерси и интересно посмотреть но защитник действительно топовый и у нью-джерси есть очень многое чтобы эту серию взять команда нашла свой баланс нашла своего топа вратаря каролина не стала сильнее в нападении и вратарь там играет не настолько круто хотя тоже вполне хорош нью-джерси я думаю чуть-чуть но перевесит далее мы перемещаемся на запад на западе нас ждет серия интересная да это противостояние 1 2 номеров драфта 2015 года вы помните конор макдэвид эдмонтон против джека айкелл который уже играет в вегасе макдэвид набрал как я помню что-то порядка 10 очков 6 матчах айкелл набрал 5 очков 5 матч это его первый выход вообще в плей-офф то есть впервые он играет на таком уровне и конечно не думаю что это будет главное противостояние да вот именно этих игроков но понятно что макдэвид это ключевой фактор для эдмонтона вегас команда вполне себе хорошие но я думаю что эдмонтон поймал кураж и возьмет эту серию со счетом пускай вы 4 2 потому что действительно финал мечты в инхайл видит как торонто эдмонтон и сделать не то что прям для этого всего но мне кажется лига созрела для такого финала мечты макдэвид должен в этом году идти плей-офф далеко тем более с вегасом можно проходить это не тот соперник который доминирует хотя очень качественно хорошая команда я думаю эдмонтон все-таки переломит серию неудач последних лет макдэвид дроза это все остальные ребята уже созрели для подвига включая нашего клима костина который даже 7 минут на льду выжимает очка на изи ну и серия даллас против сиэтла светло сенсационный новичок второй год лишь команда существует в лиге но уже выбила чемпиона колорадо и это конечно первый случай в истории макхайл такого не было раньше чтобы команда дебютировал плей-офф и сразу же выбил чемпиона думаю на этом подвиге сиэтла закончится потому что даллас более качественная такая команда добротная там не нравится и как борта финских защитников и вообще все там на своих местах глубина состава в порядке ветеранчики есть и молодежь хорошо проявляет пускай это будет 41 типа этого то есть даллас я считаю что пройдет дальше то есть мы увидим в финалах конференции в третьем раунде противостояние торонто против нью-джерси и сами понимаете намек торонто магистральная дорога финала чем он уже говорил и эдмонтон сыграет с далласом тоже может даллас противного об этом еще поговорим финал мечты я думаю все таки назревает и я надеюсь что в этот раз не будет такого количества сенсаций что у меня по прогнозу зайдет 04 но если вы такие умные что там раньше говорили что у вас там все залетает на ура покажите мне кстати ссылку на предыдущие ваши прогнозы может вы действительно все 8 угадали первом раунде я вас с удовольствием размещу своем телеграм-канале скажу вот посмотрите настоящий гений у меня в комментариях есть и я хотел бы увидеть от вас в комментариях прогнозы на второй раунд что вы думаете по каждой из четырех пар тем более уже совсем скоро стартует этот второй раунд прям вот этой самой ближайшей ночи а я нахожусь в солнечном челябинске еще раз вам говорю посмотрите арена россия беларусь и я пойду скоро на хоккей пока пока